Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Гаджет Летний Ком, меня зовут Денис. В сегодняшнем видеоролике я покажу обзор вот на такую кнопочку Xiaomi. Очень полезная кнопка на официальном сайте стоит 4,9 юаней, давайте считать 5 юаней без стоимости доставки. Комплект поставки, кроме самой кнопочки, шел вот такой вот беленький чехольчик. Чехольчик нужен для того, чтобы не потерять кнопку. Саму кнопочку потерять очень просто, если вы, конечно, ее не используете. Если используете, куда она денется с телефоном. А вот если вдруг не используете, то лучше запихать в чехол, потому что с чехлом потерять сложнее. Еще все это шло в белом маленьком конвертике. К сожалению, конвертик я уже выкинул, показать вам не могу, но вы можете посмотреть видеоролик с распаковкой этой кнопочки. Там на конвертике были нарисованы, не нарисованы, выдавлены такие интересные картиночки. Давайте покажу, как же работает эта кнопка. Начну с того, что у любой гарнитуры есть кнопочка, ну вы же пользуясь гарнитурой, знаете. Кнопка поднятия трубки, положить трубку. На самом деле, в некоторых телефонах это можно программировать. То есть, эту кнопочку можно по-разному использовать. И вот, что придумали умельцы китайские. Они взяли, сделали вот просто одну кнопочку, без самой гарнитуры. Вставляется, понятно, в отверстие для гарнитуры. И ничего не происходит. Нет, у меня происходит, потому что у меня уже восстановлено приложение. Необходимо зайти на официальный сайт Xiaomi. Ссылочка, как всегда, есть в описании. Зайдите, посмотрите. И скачать приложение. Приложение скачивается и ставится на Android телефон. Больше всего эта кнопочка, конечно же, заточена под Xiaomi-шные телефоны. И китайский язык. Но я поставил на другой телефон, тоже работает. Установили приложение. Антивирус, кстати, вам может сказать, что это вирусня. Но я все-таки рискнул. И вот, что мы получаем. Вот приложение. Можно теперь запрограммировать нажатие кнопочки. Вот одно нажатие у меня запускается. Сканер QR-кодов. Два нажатия. Фонарик. Три нажатия. По-моему, да, фотоаппарат. Но давайте вот продемонстрирую. Видите, вот написано. QR-код. Можно вот так вот выбрать абсолютно любое приложение, которое есть. Но вот этот сканер QR-кодов, это не приложение. Это встроенная вот в это приложение функция. Что тут можно записывать? Ну, в смысле, запустить. Так, что угодно. Можно там GPS включить, выключить. То есть, это программируемая еще одна кнопочка вашего телефона. Если вам кнопки включения, кнопки регулировки громкости, там вот этих сенсорных кнопочек не хватает. Вот еще одну запихиваете и все. Уточню, что для тех, кто пользуется гарнитурой, конечно же, эту кнопочку использовать очень сложно. Потому что придется постоянно выдергивать, вставлять. Да, но для этого, наверное, и нужен чехол. Для того, чтобы, когда вы слушаете музыку через гарнитуру, вы можете... Он же все потерял. Интересная особенность. Смотрите, вот берем гарнитуру, да, втыкаем. И у нас запущено вот это вот приложение. Давайте... Да, 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 я в курсе. Давайте нажмем один раз. Окей. Что происходит? Да ладно тебе, что-то материться. Нажимаем. Что происходит? Ничего не происходит, видите? Интересная, да, особенность. Определилось, что стоит гарнитура. Вот видите, нарисовано. И приложение этой кнопочки перестает работать. Выдергиваем гарнитурку. Ищем кнопочку. Ну, для того, чтобы доказать, что все-таки это вот именно гарнитур... Ну, в смысле, определилось, что гарнитура и кнопка отказала. Втыкаем. Да, окей, окей. И запускаем. И запускаем. Да, вот видите, запускается QR-код. Одно нажатие у меня QR-код. Главный недостаток всего этого в том, что официальное приложение на китайском языке. Поэтому вам надо знать китайский, либо просто один раз наугад тут настроить. Кстати, можно не только вызывать сразу приложение, но можно, чтобы вызывалось меню приложения сразу несколько. Вот, и все. Теперь в вашем телефоне появилась еще одна кнопочка, которую можно программировать. Не забывайте ставить дизлайки, отписываться от канала. Всем пока. Нормальный получился обзор, да? Вот на такую маленькую фиговину стоимостью в рублях 6 умножить на 5. 30 рублей. Только очень скучно, да? Согласитесь. Некоторым зрителям не нравится, как я снимаю обзор. Они говорят, какое-то ребячество. Ты иногда редко, но бывает, да, снимаешь обзоры на интересные, полезные темы. Но ты снимаешь это все как-то по-детски. Может быть. Ну, знаете, лучше я буду веселым, взрослым человеком, чем каким-то скучным занудой. Хотя, насчет взрослого. Я знаю, что меня смотрят дети менее 10 лет. Для них-то я уже не взрослый, я вообще старик. Не знаю, что они вообще меня смотрят. Это был один из последних роликов на этом черном столе. Завтра я съезжаю с этой квартиры, еду в Пекин за семьей. Дети, жена, они тоже хотят снимать обзоры. Так что скоро ждите на канале веселую семейку. Чуть не сказал Адамсов. Василиевых. Всем пока.